Сегодня мы с вами поговорим об очень серьезной проблеме у пожилого человека и очень частой проблеме это нарушениях памяти. Мы все знаем, что действительно с возрастом память ухудшается. Считается, что у 80 процентов пациентов, достигших 60-летнего возраста, имеется данная жалоба. Вообще, очень многие полагают, что это нормальный процесс старения. Рассмотрим, что происходит в норме при старении. Головной момент, что организм в целом с возрастом претерпевает определенные изменения. Уменьшается он в размерах, снижаются его компенсаторные способности. Человек может запомнить какую-либо новую информацию, нежели в более молодом возрасте, что-то новое выучить. Но все эти изменения не должны мешать человеку в быту. Как только у человека возникают проблемы в быту в связи с нарушениями памяти, то это значит проблема, которую обязательно нужно решать. К сожалению, многие полагают, что проблема это когда уже действительно она очень серьезная, когда у пациента деменция. Вот когда деменция, когда пациент уже перестает узнавать своих близких, родственников, у него возникает агрессивное поведение по отношению к ним. Вот это да, действительно проблема, но это выраженные уже нарушения. Ведь все начинается с обычной забывчивости, на которую, к сожалению, никто не обращает внимания. Вот я и хочу сегодня обратить ваше внимание именно на самые начальные признаки, на самые ранние признаки нарушения памяти. Вообще, если взять всех пациентов с нарушениями памяти, ну можно их разделить приблизительно на три группы. К первой группе относятся пациенты, которые постоянно ходят по врачам, ходят и жалуются на нарушения памяти. Но очень часто, к сожалению, их жалоба остается неуслышанной врачами, потому что многие считают, что это нормально, что в пожилом возрасте плохая память. Но они все-таки своего добиваются, потому что по нескольку раз ходят по врачам. Вот эти пациенты все-таки более или менее получают помощь. Вторая группа пациентов – это пациенты, которые считают, так же, как и большинство врачей, что нарушение памяти в пожилом возрасте – это нормальный процесс старения. И, к сожалению, опять же, на это не обращают внимания. Я хочу сказать, что если к врачу приходят двое пациентов, молодой и пожилой, и оба жалуются на память, к несчастью, скажем так, основное внимание врачам уделяется именно на молодых пациентов. Но, к счастью, в молодом возрасте очень редко, когда какие-либо серьезные причины приводят к этим нарушениям. А вот в пожилом возрасте в точности до наоборот. К сожалению, большинство случаев серьезных нарушений памяти в пожилом возрасте связано с очень серьезной болезнью – с болезнью Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера, мы все знаем, это когда пациент не узнает никого. Но, опять же, вернусь к тому, с чего начала, что это уже выраженная стадия болезни. А ведь все начинается с обычной забывчивости. И вот для того, чтобы повысить информированность населения, нужно обязательно… Вот мы сейчас работаем над этим, нужно обязательно проводить всякие лекции пожилым людям и врачам общей практики. Что нарушение памяти в пожилом возрасте – это не норма, это патология, которой нужно заниматься. Но основное свое внимание я хочу уделить третьей группе пациентов. Это тем пациентам, которые скрывают свои нарушения, которые в основном – это люди с достаточно высоким уровнем образования, которые понимают, что с ними происходит что-то не так, что у них постепенно ухудшается память. Но вот к несчастью, да, они знают, что это за болезнь. У них возникает, что у них очень серьезная болезнь. И тщетно пытаются скрывать эти нарушения и не признаются никому. Они начинают уходить от ответа. Вот я призываю всех врачей быть очень внимательными на то, что если вы задаете какой-то вопрос пациенту, он, когда начинает уходить от ответа, да, или менять тему разговора, нужно обязательно прислушаться все-таки. Потому что что делают пациенты? Вот расскажу истории, да, из своей практики. У меня был пациент, который воевал во время Великой Отечественной войны. Он сидит передо мной в медалях. На вопрос в каком году началась Великая Отечественная война. Он посмотрел на меня и сказал, доктор, как вам не стыдно задавать мне такие вопросы? Вы же видите, я сам воевал на этой войне, как я этого могу не знать? И казалось бы, действительно глупость какую-то, да, спросили. Но на самом деле этот пациент понимал свои нарушения, да, и не хотел признаваться в этом. Поэтому всячески пытался уйти от этого. Из моего личного опыта могу сказать, что я сама, будучи, вот, да, занималась этой проблемой, у меня само дедушка страдал болезнью Альцгеймера. Но первые полтора года он постоянно мне говорил, что у бабушки плохая память. Тем самым, да, не давал повода обращать на себя внимание. И только через полтора года я поняла, что проблемы на самом деле у него, а не у бабушки. Просто ему очень было стыдно в этом признаться. Поэтому будьте очень внимательны по отношению к тем пациентам, которые не отвечают прямо на ваш поставленный вопрос. Еще, да, самое главное, когда вы смотрите пациента с нарушениями памяти, никогда нельзя его расспрашивать и смотреть его при его близких. Всегда нужно смотреть его отдельно, потому что очень часто, когда сидят близкие рядом, ему действительно стыдно в этом признаться. А когда близкие выходят, при близких он говорит, что у него все нормально, проблем нет. А вот когда он остается один, вот тогда и начинает признаваться, что да, действительно, у него есть достаточно большая проблема. И проблема, к сожалению, это первые признаки болезни Альцгеймера, на которую мы должны обращать пристальное внимание. С чего начинается эта болезнь? Первое, что это нарушение памяти. Причем при болезни Альцгеймера очень специфические нарушения памяти. Возникают нарушения памяти на текущие события. Пациент прекрасно может помнить события 10-20 летней давности, рассказывать их в мельчайших подробностях, но при этом абсолютно не помнить события недавние. То есть, что он делал утром или вчера. Такие пациенты постоянно переспрашивают одно и то же, задают один и тот же вопрос. Они могут пересказать одно и то же событие. Вот вы беседуете с ним, объясняете, что ему надо пить, что делать. А при выходе он поворачивается и опять тот же вопрос задает. Вот тогда нужно подумать о болезни Альцгеймера. Учитывая, что первые признаки вот этих нарушений о памяти, очень многие впадают в депрессию, начинают переживать эти свои нарушения. Очень многих меняется поведение, они становятся агрессивными. Особенно, когда родственники им говорят, что да я тебе это уже говорил, ты у меня это уже спрашивал. Тогда у них уже появляется агрессия по отношению к родственникам. И еще один из первых симптомов у этих пациентов, это бредовые идеи ущерба. Когда пациентам кажется, что у них хотят все своровать, украсть. Предзошел сосед, ушел, значит он что-то взял и украл. Иногда они прячут, кстати, самое главное, подальше держать от них документы. Потому что первое, что они прячут, это паспорта. У меня был пациент, который спрятал свой паспорт так, что его нашли только через несколько лет, после того, как ремонт дома сделали. Поэтому на это нужно обращать внимание. И у них еще такая особенность. Они начинают собирать, приносить домой всякие ненужные вещи и хранить это все. Это тоже один из признаков болезни Альцгеймера. Потом после этого возникают нарушения ориентировки. Вначале в малознакомой местности, потом и знакомой. Возникает нарушение со счетными операциями, речь меняется. Но это уже достаточно на поздних стадиях. И нужно всегда помнить и не забывать о нарушениях памяти на текущие события. Почему я так пристально об этом рассказываю и на этом останавливаюсь? Потому что очень важно начать очень рано лечение. К сожалению, эта болезнь связана с тем, что погибают клетки. Погибают клетки, которые отвечают за память. А за память у нас отвечает гиппокамп, который находится в височных долях головного мозга. Вот мы все прекрасно знаем, что нервные клетки, к сожалению, не восстанавливаются. Погибшую клетку мы восстановить не можем, но мы можем сохранить жизнедеятельность еще здоровых клеток. На примере президента США Рональда Рейгана скажу, что он прожил с этой болезнью более 20 лет. Средняя продолжительность жизни при этой болезни обычно 6-7 лет. Я когда обычно об этом рассказываю, мне все говорят из зала, что он же президент, его лечили по-другому. Так вот, нет другого лечения, к сожалению или к счастью, не знаю, во всем мире. Это одна из немногих проблем, при которой лечение одинаковое. Есть всего лишь 4 препарата, я позже о них скажу, которые применяются для лечения этой болезни. Как диагностировать эту болезнь, если вы ее предполагаете? Если есть возможность нейровизуализации, то лучше всего пациенту сделать магнитно-резонансную томографию. Почему магнитно-резонансную, не компьютерную? Потому что есть специфические срезы, где можно увидеть гиппокамп. И эти срезы можно увидеть только на магнитно-резонансной томографии. Мы там можем увидеть уменьшение в объеме височных долей и гиппокампа, что указывает на первичный характер этих нарушений памяти. Если нет возможности сделать исследование, или тоже исследование сделали для того, чтобы все-таки показать, есть проблемы или нет, можно провести небольшое такое нейропсихологическое тестирование. Один из этих тестов – это тест рисования часов. Когда вы даете пациенту ручку-бумажку и просите его нарисовать часы, он должен нарисовать круглый циферблат часов, поставить там все цифры и отметить определенное время. Например, без 15,3. Смотрите, каким образом рисуют пациенты с болезнью Альцгеймера. У них возникают так называемые зеркальные ошибки. Видите, на данном рисунке, например, он большую стрелку вместо 9 поставил на тройке, то есть в зеркальном отображении. На следующей картинке он циферблат, наоборот, нарисовал. А здесь он полностью перевернул с ног на голову циферблат. То есть у них в основном ошибки вот такие по зеркальному типу. У сосудистых пациентов другие ошибки. Все зависит, ошибки зависят именно от диагноза. Вот почему опять же вернусь к тому, что важно на ранней стадии поставить диагноз? Потому что, как вы видите, чем раньше поставить диагноз, тем надольше можно сохранить пациенту активную старость. Сделать так, чтобы он как можно дольше не нуждался в посторонней помощи. А с чего нужно начинать лечение? Если вы подозреваете или поставили этот диагноз, страшный диагноз, На начальных этапах, конечно, нужно начинать с немедикаментозной терапии. Из доказанных средств немедикаментозной терапии – это в первую очередь физическая активность. Вообще доказано, что занятие аэробикой взрослыми и пожилыми действительно не только улучшает память, но и увеличивает в объеме гиппокамп ту структуру, которая отвечает за память. Второй способ тренировки памяти – это вот именно сама тренировка памяти. Так называемый когнитивный тренинг. Считается, что вообще в норме головной мозг у нас работает не на все 100%. Работает лишь часть клеток. Наша задача – активировать работу остальных клеток. Вот, грубо говоря, если взять, что при болезни Альцгеймера погибают клетки, то если взять обычного рабочего, у него там 100 клеток, да, примерно работает. У какого-нибудь там профессора, академика, физика, у него тысяча клеток работает. Когда начинается эта болезнь Альцгеймера, начинают погибать клетки, вот погибло 50 клеток, представляете, у рабочего он наполовину недееспособен уже, да, у него наполовину головной мозг перестает работать. А у того, у кого было 1050 погибло, у него, возможно, будет только жалоба на нарушение памяти и ничего более. Вот для чего нужно обязательно тренировать свой головной мозг, решать математические задачи, да. Мы очень рекомендуем пациентам вот всякие пазлы раскладывать, там, кроссворды решать. Есть очень много способов именно тренировки памяти, чем очень нужно заниматься. На компьютере есть очень много компьютерных программ по тренировке памяти. Причем, чем ранняя стадия, тем лучше эффект. И еще доказан неплохой эффект средиземноморской диеты. Вот я уже сказала, что при этой болезни, к сожалению, погибают клетки, которые отвечают за память. Вот как вы видите, да, насколько отличается здоровая клетка от погибшей, неработающей клетки. Как погибает клетка? Как происходит этот процесс? В норме у нас, когда идет процесс обучения, вырабатывается глутамат в головном мозге, который воздействует вот на второй нейрон, который вырабатывает ацетилхолин, и идет процесс обучения. К сожалению, при болезни Альцгеймера этого глутамата становится очень много. И этот глутамат приводит к гибели нервной клетки, которая вырабатывает ацетилхолин. Соответственно, у нас становится много глутамата и мало ацетилхолина. Поэтому лечение направлено на уменьшение количества этого глутамата и увеличение содержания ацетилхолина. На сегодняшний день применяется при этом лечение, я повторюсь, одинаковое во всем мире. Всего 4 препарата. Есть, которыми лечат деменцию при болезни Альцгеймера. В первую очередь мы, с одной стороны, не даем погибнуть клетке, то есть защищаем ее жизнедеятельность. Даем препарат из группы ингибиторов, так называемых НМДА-рецепторов. Там один препарат, это мемантин, а с другой стороны мы восполняем недостаток ацетилхолина, которого не хватает. Даем ингибиторы ацетилхолина эстеразы, их 3 на сегодняшний день. Сейчас очень рекомендуется назначать так называемую комбинированную терапию. То есть мы с одной стороны назначаем мемантин, не даем погибнуть клетке. С другой стороны восполняем недостаток вещества, которого не хватает. И тем самым удается действительно на долгие годы продлить самообслуживание пациента. Хочу еще вам несколько слов сказать об очень интересном сайте Мемини. Если вы не посещали этот сайт, то очень рекомендую посетить этот сайт. Это вообще социальный Мемини, это социальный проект фармацевтической компании МЭКС. Но несмотря на это, там нет абсолютно никакой рекламы. Это чисто социальный проект. Это проект, который направлен на борьбу с деменцией и на помощь людям, столкнувшимся с этой проблемой. Там есть очень много информации, во-первых, по тому, как себя вести родственникам с такими пациентами. Есть очень много тестов для тренировки памяти. Можно самому зайти на этот сайт, пройти тестирование и посмотреть, если у вас проблемы или нет, стоит ли обратиться к врачу или нет. Можно, что мне очень нравится на этом сайте, можно там внести название вашего города и посмотреть в вашем городе конкретно, кто занимается этой проблемой. Какие врачи, где они находятся, для того, чтобы знать, куда обратиться. И хочу сказать, что у них был такой проект еще для того, чтобы все-таки повысить информированность населения. Все начинается с того, что с кем общаются в первую очередь бабушки и дедушки? Со своими внуками. И вот был такой проект. Они сделали, вот знаменитые актеры, голосами знаменитых актеров. Была записана сказка о пациентах о первых симптомах, о первых признаках деменции. Для того, чтобы даже дети были проинформированы, что это такое. Когда они заметят что-то, какие-то странности в поведении своих бабушек и дедушек, насторожились и сказали об этом родителям для того, чтобы можно было их показать врачу. Еще раз хочу сказать о раннем лечении. У меня, например, есть пациентка, которая принимает уже в течение 9 лет акатинол-мимантин. И за эти 9 лет она еще не перешла в стадию деменции. Считается, что пока нет деменции, необходимо пациенту назначать акатинол-мимантин, который предотвращает гибель клетки, для того, чтобы сохранить как можно надольше этот переход, то есть сохранить пациента в недементном состоянии. У меня лично мой дедушка в течение 3 лет принимал только акатинол, и на этом фоне он за 3 года не ухудшился. К сожалению, он скончался от обширного инфаркта миокарда, но память у него не ухудшилась. И что еще хочу отметить, что лечить нужно в стандартной дозировке. Не нужно назначать маленькие дозы. Например, еще такая особенность, если у пациентов поведенческие нарушения, обычно сразу назначают нейролептики. Прежде чем назначать галлоперидол и хлорпротексен, которые категорически нельзя назначать этим пациентам, нужно назначить препарат из базисной терапии. Вот один из тех 4 препаратов. И считается, что при поведенческих нарушениях акатинол лучше всего действует. У нас был такой опыт именно с дедушкой. Как только он принимал 20 мг акатинола, это стандартная дозировка, как только у него мы видели, что поведенческие нарушения появляются, тут же переводили на 30 мг, держали его на этой дозировке, там месяц небольшим, он успокаивался, все проходило, опять переходили на стандартную дозировку. И тем самым действительно удается пациентам продлить вот эту, ну как можно сказать, ясность ума. У меня тоже был один пациент недавно, мне было прям даже как-то не по себе, он пришел ко мне, у него жена страдает болезнью Альцгеймера, вот она пришла без лечения, вот я ему назначила лечение, он пришел ко мне через полгода и сказал, спасибо большое, вы на полгода вернули мне жену. Понятно, что мы не излечим эту болезнь, но хотя бы продлим в этом возрасте, особенно это важно, продлим самообслуживание, продлим то, чтобы они узнавали своих родственников, чтобы они понимали, что живут в семье, и очень этим пациентам нужна забота и уход, чтобы они понимали, что они не одни, что они живут в семье.